Доброе утро, друзья! Друзья, в эфире «Утро Калмыкии» с вами Диана Жукова. А начнем мы по традиции с утренней зарядки, которая поможет пробудить организм и настроиться на позитивный лад. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня предлагаю вам провести зарядку вместе с нами. Желаю вам продуктивного дня и прекрасного настроения. Первое упражнение мы начинаем с прыжков. Прыжок ноги в сторону, руки наверх. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, достаточно. Следующее упражнение у нас будут боковые выпады. Поставили ноги широко, стопы стоят прямо. И мы перекатываемся, садимся на одну ногу. Колено должно остаться над пяткой, спина прямая. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Следующее упражнение спайдермен. Для этого нам нужен коврик. Мы ложимся на коврик. Руки вытянули, ноги выпрямили, положили на пол. И одновременно поднимаем разноименные руку-ногу. Сначала одну сторону, потом другую. Один, два, движения плавные, нерезкие. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, поднимаемся. Следующее упражнение обратный мост вытягиванием руки. У нас четыре точки опоры, ноги и руки выпрямляем. Стопы стоят полностью, не отрываем пятки. Выталкиваем таз наверх и поворачиваемся в сторону. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. И следующее упражнение. Мы встаем, ноги на ширине плеч, руки возле головы согнули. И тянем колено к локтю к противоположному. Потом прямая рука-нога. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще два, один. На этом утренняя зарядка закончена. Всем желаю хорошего настроения. Ну что ж, мы продолжаем эфир «Утро Калмыкии» и плавно переходим к утренней трапезе. Ведь ни для кого не секрет, что именно завтрак является полезным составляющим для насыщения нашего организма. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Елена Мордаева. Сегодня я готовлю для жителей Калмыкии свое национальное традиционное блюдо – бузы. Оно очень похоже, схоже по ингредиентам с национальным блюдом из Калмыкии, бёреками. Но именно процедура приготовления отличается. Поэтому я покажу сейчас, что нам требуется для того, чтобы приготовить наши бузы. Это у нас мука, вода, яйца, основное, то, что нужно для теста. Ну и, конечно, самое главное – состав мяса. То есть мы хотели приготовить из баранины, но, к сожалению, из баранины у нас не получилось. Поэтому возьмем сегодня свинину, говядину. И, чтобы сочнее был сок, возьмем репчатый лук. Два репчатого лука нам, в принципе, хватит для того, чтобы сок, который пропитается в фарше, был насыщенным, вкусным. Ну и, конечно же, это один из, наверное, важных факторов, когда мы будем пробовать бузы. Ну и об этом расскажем позже. Начнем? Сначала мы берем яйца, взбиваем. Так, добавляем воду. Воды наливаем немного. Добавляем чуть-чуть соли. И перемешиваем. Яйца, воду и соль. Для однородной массы. Однородная масса готова. Теперь мы добавляем муку. Желательно это, наверное, на глаз. Я обычно на глаз это делаю. Только с инсистенцией. Обычно у меня два стакана муки на примерно пол-литра воды. Перемешиваю. В общем, мы ждем, чтобы тесто наше немножко стало твердым. Мы его руками перемалываем. Чтобы тесто наше дошло до нужной консистенции, мы его вот такой на разделочной доске еще раз перемешаем. Это сам процесс приготовления теста, он тоже носит определенный характер. Потому что тесто на фарш должно быть не сильно мягким и не сильно твердым. То есть именно найти ту норму очень сложно. Надеюсь, у нас сегодня получится. Так, я думаю, что тесто наше уже готово. Для того, чтобы оно дошло, мы его закрываем. Мисочка, в которой начинали смешивать. Так, пока тесто у нас готовится, доходит, так сказать, до своей нормы, мы приступим к приготовлению фарша для буз. Для того, чтобы фарш был насыщенный и сок был вкусным, мы должны использовать также тестический жир. Поэтому сейчас пока нарежем кусочками. Впервые готовлю национальное блюдо бузы из калмыцкой говядины. Ну, знаю, что здесь мясо очень вкусное, поэтому уверена, что он бузовый получится. Сочными и, надеюсь, вкусными. Так, ну что, у нас остался последний кусок говядины, и дальше перейдем мы к свинине. Мясом говядину приготовили. Беремся за свининой. Свинина нам нужна пожирнее. Будем разделывать. Мы взяли где-то примерно 2 килограмма говядины, и соотношение со свининой у нас идет 2 к 1. Поэтому свинину мы кладем чуть меньше и добавляем к нашей говядине. Так, ну мы, в принципе, заканчиваем нарезать свинину. Вот этот кусочек, мне кажется, даже много, я его отложу. Добавлю последние кусочки нашей свинины. И приступаем к самому основному, это репчатый лук. Сейчас мы его почистим. Для того, чтобы сок у нас был сочный, нам нужен ядреный лук репчатый. Он впитает в себя весь вкус и придаст пикантности нашему фаршу. Чем больше лука, тем сочнее бузы. Честно, люди любят по-разному. Кто-то вообще не любит лук. Поэтому, конечно, для таких людей стараемся меньше добавлять лука. Но у нас гости сегодня любители традиционного блюда. Поэтому мы сделаем как надо. Все, нарезаем. Но! О! Идреный лук-то нормально! Если глаза слезятся, значит, все будет замечательно. Так, мы завершили нарезку наших ингредиентов для фаша. И все теперь, все это отправляется в мясорубку. Первым у нас идут в мясорубку говядина, потом свинина. Все это перемалывается и смешивается. Ну что, мы закончили процесс перемалывания нашего фарша. Сейчас мы добавляем немного соли, водичку и все перемешиваем. Так, ну у нас этой миски недостаточно для того, чтобы все это перемешать. Перекладываем в миску побольше. Добавляем сюда чуть-чуть водички. Вода нам нужна для того, чтобы фарш впитал в себя воду. Добавляем соли. Соли чуть побольше. Кто-то добавляет перца по желанию. Все это мы перемешиваем. Добавляем чуть-чуть перца. Чуть-чуть по вкусу, для пикантности. Много не будем. Так, мы завершили фарш. Теперь приступаем к тесту. Обязательно тесто должно быть мягкое. Как раз настоялось. Чуть-чуть его еще раз перемешаем для упругости. Обязательно мука, чтобы не слипалось у нас тесто. И приступаем к раскатке. Каждый раскатывает по-разному. Кто-то берет небольшие кусочки, отламывает, например. И вот маленькие такие штуки раскатывает. Кто-то берет большое тесто. Я покажу два вида. Как делает моя бабушка и как делаю я. Так делает моя бабушка. Берет тесто. Добавляет в фарш. Обязательно надо, чтобы тесто было твердое. Правило каждой уважаемой бурятской женщины. В бузах должно быть 33 защипа. Но еще основной фактор для приготовления лепки. Мы должны нашу бузу оставить вот с такой дырочкой. Если обратить внимание на нашу бузу, то она выглядит как традиционная юрта. Видите, даже вот есть пространство дырочки. Поэтому зрительно оно выглядит вот так, интересненько. Мы заканчиваем нашу лепку буз. Сейчас вода у нас уже нагрелась. Ну что, мы смазываем бузики нашей каждую маслицем. Кладем в мантоварку, чтобы не слипалось. Наши бузы отправляются в мантоварку. Так, сейчас горячие. На 20 минут. Ждем 20 минут. Нам нужно засечься со временем. И будем вытаскивать. Чтобы проверить, готова наша буза, не готова, мы узнаем это по запаху. Вроде ароматно пахнет. Ну все, мы готовы угостить наших гостей. Бузиками будем выкладывать. Обычно мы вытаскиваем бузы из позницы ложечкой. Но я сегодня решила вытащить их руками. Потому что раньше так делали наши бабушки. Немножко горячие. Дуем. Так. Ну что, уважаемые гости, примите мои угощения. Национальные блюда. Бузы. Я вам покажу, как процедура у нас происходит. Нужно сначала надкусить бузику. Берем, надкусываем бузику. Дуем. Дуем. Бульон, который у нас там есть, выпиваем. Ну как? Вкусно? Подожди, пока сок. Сок. Ну это весь мак в этом соке. Ну и едим дальше. Ну как тебе? Я балдею. Я вравиль. Я сама давно не ела бузы. Поэтому, правда, с удовольствием навернула. Ну что, всем приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось. Берите на заметку всю инструкцию, готовьте бузы и приезжайте к нам в Бурятию. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Мы находимся в управлении Росгвардии по Республике Калмыкия. Сегодня мы познакомимся с Юрием Черепановым. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Доброе утро. Юрий Андреевич, расскажите, сколько лет вы посвятили службе? В 2002 году я поступил в Кемеровское высшее командное училище связи. Я с детства мечтал быть военным, так как у меня два дяди военных, один полковник, другой майор нынешний на пенсии. Окончил в 2007 году, после чего попал во внутренние войска МВД в город Новосибирск в батальон связи на должность командира взвода связи, где прослужил 9 лет. В должности начальник узлового мобильного центра, начальник объединенной мастерской связи, командир отдельного подразделения. В дальнейшем был в 2016 году направлен помощником начальника отделения связи в город Красноярск. Там прослужил, получается, 4 года в должности помощника начальника отделения связи и начальника связи полка. После чего поступило предложение перевестись в 2020 году к вам в республику. С этим предложением я очень сильно обдумывал. Мне очень понравилось такое предложение, так как регион другой, южный, не сибирский, всю жизнь я в Сибири прожил и родился в Сибири, в Кузбассе. Принял это предложение и перевелся сюда на должность начальника отделения связи. Расскажите о ваших основных задачах. Главная задача – это функционирование связи, своевременное функционирование связи, доведение сигналов, прием сигналов и доведение их, соответственно, до старших начальников командиров. Функционирование видеоконференц-связи, соответственно, также функционирование автоматизированных рабочих мест, должностных лиц. И, соответственно, если что-то выходит из строя, соответственно, своевременно все это ремонтировать, обслуживать и больше... Вот основные такие задачи. Субтитры создавал DimaTorzok «Астра-15», 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 «Астра-10», прием. «Астра-15», «Астра-15», «Астра-15». «Проверка связи», «Прием». «Принял вас, держу вас, связи». Как проходит рабочий день связиста? Рабочий день начинается с того, что я пребываю на узел связи, соответственно, в свой рабочий кабинет, принимаю доклад от дежурной смены о том, что своевременно не происходило перерыв связи, все исправно, все функционирует. Соответственно, приступая к исполнению своих должностных обязанностей, то есть включаю рабочее место, запускаю, соответственно, смотрю, что какие за сутки, что поступили, какие документы, соответственно, на исполнение, какие решения надо принять, составляю. На день, грубо говоря, рабочий график, где я продумываю, что я буду в течение дня, соответственно, делать, и какие задачи я буду ставить своим подчиненным. То есть после этого я собираю служебное совещание, где моим подчиненным я довожу основные моменты, на что обратить внимание в течение дня и какие задачи нужно выполнить. Всегда ли удается выполнить все поставленные задачи? Про связь вспоминаю только в последнюю очередь, когда ее нет, соответственно. Все остальные моменты связь никогда не вспоминает. И связь всегда функционирует. Как говорит пословица, ей, говорит, связь была или вот-вот только будет. В основном связь есть, и всегда задачи мы достигаем, всегда выполняем успешно свои задачи. То есть никаких личный состав относится к этим задачам целеустремленно. То есть старается выполнить максимально. Какими качествами должен обладать росгвардеец? Добратою, целеустремленностью, силы воли какой-то определенной. Все равно сложности службы определенной накладываются, потому что бывают ненормированные рабочие дни, бывает, приходится задерживаться на работе, бывают задачи, то есть возникают уже к конце рабочего дня. То есть человеку приходится выполнять эти задачи. Юрий Андреевич, как удается справляться с эмоциональным выгоранием или усталостью? Бывают, конечно, моменты, когда присутствует такая усталость. Ну как? Именно того, что понимаешь, что твои задачи, которые ты выполняешь, они несут людям, нашим всем военнослужащим, как сказать, ничто не двинется, если не будет связи. То есть любое взаимодействие, оно осуществляется через связь. То есть, как говорил мои преподаватели в училище, пока связист не даст связь, то есть, соответственно, не полетит самолет, потому что не будет взаимодействия, не поедет танк, не ударит артиллерия. То есть все эти взаимодействия только через связистов осуществляются. Вроде бы, как бы не видно, но оно есть. Как у нас говорится, громче крикнешь, дальше слышно. Основной принцип связи. А какие требования сейчас предъявляются к кандидатам Росгвардии? Сейчас понятно, что все больше и больше предъявляются определенных требований, соответственно, даже не просто при поступлении, а при устройстве. То есть, это отсутствие, как минимум, судимости, отсутствие каких-то таких административных поступков. И, соответственно, физическое развитие. То есть, человек должен, как минимум, успешно пробежать, подтянуться, соответственно, то есть, есть нормативы. И точно так же, плюс еще к этому, ко всему психологические тесты. То есть, не всех же берут. Кто-то психологическим, как вы сказали, морально может выгореть. И поэтому, тут идет предварительно все равно перед этим каждый тест, тесты психологические, которые человек должен пройти. То есть, если он, а тесты устроены так, я не психолог, конечно, могу сказать, что неоднократно. То есть, они повторяются, друг за другом идут. Если человек пытается их обмануть, соответственно, он не пройдет все равно. Потому что этот вопрос будет задан уже по-другому. То есть, критериев отбора с каждым годом становится все больше? Да, они, конечно, они усложняются. И как бы, такие вопросы идут, да, очень, и не каждого человека. То есть, бывает, и очереди большие люди приходят и уходят с тем, что стараются через полгода готовиться по физическому. Точно так же. Люди приходят, вроде готовые, а физически не могут сдать нормативы. С какими трудностями приходится сталкиваться во время вашей службы? Как их назвать трудностями? Мы все принимаем присягу, как бы мы знаем, на что мы идем. Никого здесь принудительно не держат. И эти трудности, понятно, что они, если мы не будем выполнять задачи, то кто, как бы, может быть, и найдут, но те, вот, понятие того, что надо выполнять эти задачи и доказывать, что каждый мужчина, он должен, переходя к каким-то трудностям, мужчина становится мужественнее, сильнее, соответственно. И возникает вот эти, мы даже в жизни себе их иногда создаем. Поэтому я считаю, что без трудностей никуда. Юрий Андреевич, расскажите о вашем переезде в Калмыкию. Переезд, это как пожар уже. Это, это, у меня, как бы, семья большая, как бы, поэтому, это сбор всех этих вещей, сдача служебного помещения и все остальное, это как бы, да, это определенные такие трудности, но они, я говорю, они же интересные, это же, ну, говорю, сменить Сибирь на юг, какой-то климат, вот взять ваш, мне говорю, он для меня вообще. Жаркий, сухой климат. Нет, он интересный, что лето, лето очень долгое, да, ну, жаркое, соответственно, наша температура у нас еще минус, у вас уже здесь погода такая, теплая, весна уже достаточно, уже для Сибири это весна уже. То есть семья поддержала? Да, семья поддержала, семья с удовольствием, им интересно все это, они как бы с интересом, им все это, они не были, как бы в отпуске отдыхали, ну, на юге, как столько времени, тоже все с Сибири, поэтому это очень интересно. У вас архитектура своя, и все в степи, просторы такие, как бы у нас все леса, и все по-другому совершенно. Чем вы занимаетесь в нерабочее время? Ну, воспитываю четверых сыновей, у меня четыре сына, соответственно, так как сам как бы без отца рос, то есть я всегда хотел большую семью, отец погиб, поэтому, занимаясь детьми в поседневной, то есть ходим с ними в выходной день на стадион, чтобы они там пробежались, на траве полежали, просто поподтягивались, то есть парни у меня все занимаются спортом, они все стараются тоже за мной, они видят, что как бы я прихожу с работы, стараюсь чем-то заниматься, и они, соответственно, подхватывают. Личный пример это, единственное, что может человека сподвигнуть, детей может подвигнуть, то есть это личный только пример. Ну, соответственно, стараемся по республике что-то посмотреть, запомнить, чтобы в детстве все это отложилось, что не просто там переезд, а как бы что-то, ну, архитектуру всю вашу смотрим, ну, храм вот ходили, смотрели, вот такие, ну, такие моменты, возвращаем. Остальное время все равно служба как бы забирает. Юрий Андреевич, профессия связиста, на мой взгляд, больше подходит для женщин или для мужчин? Она подразделяется, потому что есть доностя, такие же, которые как телефонист, коммутатор, либо дежурная смена, ну, шифровальная служба бывает, соответственно, для переноса телеграм. То есть, есть такие специфические доности, которые предназначены именно для женщин, соответственно, и женщины служат на этих доностях, и как бы лучше даже в некоторых моментах справляются, чем мужчины, потому что женщины, они более точные, более скрупулезные ко всему относятся. Мужчины более, как бы, к этому ко всему не так относятся, как женщины. Точность, вот именно, что к каждому моменту женщина относится более точно, поэтому они связаны такие, где можно что-то записывать, писать, вести какую-то вот такую важную информацию, потому что где-то мужчина, может, отвлекся, что-то сделал, и все, как бы он сбивается быстро, В отличие от женщины. И поэтому у меня жена тоже служит радиотелефонистом, то есть сейчас она в декрете находится, а так она радиотелефонист, то есть она уже служит с 2012 года, то есть в следующем году будет уже 11 лет выслуживание. То есть это семейное. Да, это семейное, да, именно все мы служим вместе, ну даже в одно время вместе мы именно служили сейчас, как бы нельзя занимать должность, соответственно, начальник не должен быть, а именно в разных подразделениях не соприкасаясь. Благодарю за беседу, спасибо, что выделили для нас время. Поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества, желаю вам профессионального роста, карьерного развития и предоставляю вам возможность сказать какие-то добрые пожелания нашим телезрителям. Я бы хотел пожелать всем мужчинам, самое главное в наше время это мирного неба, чтобы не было войны, женщинам, чтобы кто служит, исполняет срочные службы с контрактниками, чтобы своевременно вернулись и домой. Субтитры подогнал «Симон»